Всем привет! С вами Маша. Маша! Маша! Машка! Ну и пока я показываю вам свои потоки и снять картинку для заставки для этого видео, объясню одну техническую деталь. У меня каким-то образом повредилась куча файлов на карте памяти в камере, пропало несколько видео, включая вот некоторые части из этого. Поэтому я надеюсь, что мне удастся как-то собрать его по частям, сделать некую такую компиляцию картинок с фочей, моих пояснений и тех остатков, которые мне удалось восстановить. Конечно, грустно, но тем не менее, надеюсь, качество видео от этого не пострадает, единственное, что будет меньше болтовни, в общем-то, что, наверное, даже плюс. Итак, начнем по порядку. Первая палетка LORAC PRO 2. Я решила ее не покупать, по крайней мере, в данный момент, может быть, через полгода мое мнение изменится. Но, когда я смотрела на фотографии, при релизной фотографии, цвета были очень интересные, я была безумно заинтригована. Если вы следите за моим аккаунтом в Instagram, я даже публиковала релизные даты палетки на Instagram. Она в данный момент, если я не ошибаюсь, эксклюзивна для магазина FULTA. Но я уверена, что ее можно купить, собственно, с LORAC Cosmetics.com. Это, собственно, официальный сайт LORAC. Я думаю, что скоро она появится везде. Очень ждала я эту палетку, очень мне понравились при релизной фотке, но проблема в том, что, когда я начала смотреть свочи, сейчас как раз у меня открыта пара свочей разных блогеров, и стала смотреть с ней макияжи, я поняла, что эта палетка, прежде всего, почти все светлые оттенки, по крайней мере, то, что я видела у людей на руках и на глазах, они очень металлические. Я не люблю перламутр белый и какой-то очень-очень светлый. Они все выглядят очень похожими, матовые тени мне показались очень миловыми. И также в этой палетке, на мой взгляд, нет баланса. Вот у меня такая же претензия, на самом деле, к оригинальной палетке LORAC Pro. Я ее купила и вернула в свое время. Были очень-очень светлые оттенки и очень-очень темные оттенки. Я предпочитаю оттенки менее светлые, нежели белесые, прям, знаете, такие вот совсем-совсем белые. И я практически никогда не пользуюсь супертемными оттенками. Для меня самый лучший спектр — это оттенки где-то между. Именно поэтому LORAC Pro 2, вот я смотрю сейчас на сводчи, ну, ни о чем, лично для меня. Идея неплохая, но сводчица, на мой взгляд, она значительно хуже, чем ожидалось. Вторая палетка — это палетка от Too Faced. У них вышло целых три палетки. К сожалению, они лоханулись с релизами. Предполагалось, что в конце мая у них выйдет две палетки Country и Rock'n'Roll. И в июне они выпустят палетку Cat Eyes. Ну, сложилось так, что где-то их там поставщики то ли нагнули, то ли еще что-то случилось. Но палетки Country и Rock'n'Roll не вышли в свое время. И вышли они все вместе приблизительно где-то вот как раз в конце июня. Это несколько смазало эффект релиза, потому что палетку Country и Rock'n'Roll я ждала очень-очень сильно. Очень хотела их купить. Но та же самая ситуация. Мне безумно нравится их оформление, сразу говорю. Я просто мега фанат оформления этих палеток. Палетка Китаясь, мне кажется, очень пошлой. Но это им хо, опять же. Это чисто мое субъективное мнение. На мой взгляд, она супер пошла оформлена. Это как раз тот такой страшный, некрасивый вариант леопардового принта, который, на мой взгляд, вот прям вот это вот кричит, вот эти вот накачанные губы, оранжевый загар, такая умпа-лумпа. Вообще не выношу такой стиль. Но что есть, то есть. Подборка цветов. Начнем с Китаясь. Подборка цветов в Китаясь мне не понравилась вообще. Я не могла там найти, может быть, там два цвета какие-то нейтральные есть, которые можно найти в любой другой палетке. Но, в принципе, подборка цветов мне не понравилась. Вообще мне не понравились даже те туториалс, которые выпустили сами Too Faced с этой палеткой. Ну, на мой взгляд, эта палетка — это такое олицетворение плохого вкуса. Но вы спросили, я отвечаю. Так что палетку Китайсь я не покупала и покупать не собираюсь. Вторая палетка от Too Faced и третья в этом списке — это Country. Наверное, на нее мне были самые большие надежды. И пока это единственная палетка, которую я все-таки рассматриваю к покупке. Кстати, если вам интересно посмотреть все эти палетки и на них действие, то есть блогер, она англоговорящий блогер, но у нее нет бюджета, у нее своя конная ферма. Кстати говоря, девушка очень рукастая, делает все сама. Но она очень-очень прилично зарабатывает на разведении лошадей, поэтому она покупает абсолютно весь люкс. У нее вообще нет никаких ограничений, что она может себе позволить. И она как раз делает часто такие первые впечатления. Видео с макияжем и первыми впечатлениями. Она глубоко, конечно, не копает в плане ревью, но как раз какой-то вот общий затест такой очень первичный она делает. Зовут ее Tara Babies. Так вот, Country палетка меня все-таки еще оставляет. Мне какие-то надежды, мне очень нравятся эти персиковые мягкие оттенки, также оттенки теплый фиолетовый, серый. Все как бы в ней, именно в коробочке, выглядит красиво. Однако, как вы посмотрите, светлые оттенки все похожи на друг друга, они очень перламутровые. Темные оттенки тоже. Вот как-то, в общем, все что-то вот не то. Опять же, вот эта сухая текстура теней меня слегка смущает. Сильный перламутр. Не уверена я, но тем не менее, возможно, если удастся мне запустить в нее ручки, я, может быть, ее куплю. Но посмотрим. А вот что касается палетки Rock'n'Roll, мне ее хотелось купить просто ради названия, что, конечно, полный идиотизм, зато с полностью соответствием законам маркетинга. Однако и с этой палетки некий пролет. В итоге я решила, что покупать я ее не буду. Ну вот ни один практически из них меня не зацепил ничем. Желто-золотой, который в этой палетке, я не люблю такие оттенки желтого. Опять же, очень много супер темных оттенков с блестками. Такими оттенками нужно уметь пользоваться. Я не знаю, может быть, как раз вот Оксане, The Bestie, она любит оттенки матовые с блестками. Может быть, ей это будет интересно. Но вот я как-то такие текстуры пока что обхожу стороной, потому что чаще всего получается так, что у меня все эти тени опадают вот так вот на лицо, и потом тяжело их смахнуть, убрать без последствий. Очень темные оттенки с блестками — это не мое. Я предпочитаю наносить подводки и, может быть, поверх глиттер какой-то наносить или что-то в этом роде. Но вот тени такие я обхожу стороной. То есть из всех трех палеток релизов Too Faced мне безумно нравится оформление Country и Rock'n'Roll. Но для покупки пока еще я рассматриваю только Country, но и то не знаю, только когда мне удастся в нее залезть руками. Твердый релиз — это не палетка, но это целая новая линейка гели-теней, такие гели-пудровых теней от Milani. Стали сейчас они появляться в разнообразных аптеках, drugstores, так называемых, в США. И я думаю, скоро их выкинут на всевозможных онлайн-сайтах. Очень хочу, очень хочу прикупить себе хотя бы парочку, просто для того, чтобы посмотреть, что это за формула. Формула обещает быть чем-то похожим на тени, вот эти вот кремы гелевые от Chanel, если я правильно понимаю. Пока что пару постов я видела, многообещающие посты, но, к сожалению, некоторые блогеры так как бы с намеком пишут, что пигментация могла бы быть и лучше. Вся идея этих теней, то, что вы наносите их пальцами, то есть вы пользуетесь ими как кремовыми тенями, но они быстро и хорошо распределяются, как пудровые тени, хорошо тушуются. И вроде как вот это такая вот вещь, которую можно пользоваться на ходу. А таких теней, конечно, ожидаешь промежуточных оттенков, которые можно наложить буквально на все веко. И так, чтобы это можно было сделать где-то, знаете, вот в туалете, не знаю, на работе, за столом, быстро так распределить, растушевать, тушь и пойти. И пока еще у меня большие все-таки ожидания, судя по сводчим, и если прикуплю парочку, то обязательно вам покажу. Но вот да, тени Эл Паудер от Милани меня, на самом деле, очень интересуют для покупки. Новая линейка Color Couture от Yves Saint Laurent. Безумно я хотела себе палеточку или приобрести даже парочку, но потом как-то я стала вредничать, стала рассматривать оттенки и поняла, что многие оттенки, которые я вижу в этих палетках, такие шиммерные, можно найти в палетках от Sleek. Прям один в один иногда. Garden of Eden, Sunset. Много у Sleek палетов, в которых есть такие сочные, тропические, металлические, шиммерные цвета. Вот они там абсолютно все есть, и каждая палетка от Sleek стоит приблизительно 10-15 долларов, в то время как палетка Color Couture от Yves Saint Laurent стоит, по-моему, 60, если не больше. Пока я не могу никак обосновать, зачем мне это было бы надо, мне не так сильно чешется. Все оттенки, которые я просмотрела в этой линейке, я могу найти в разных, может быть, не в одной, но в разных палетках из своей коллекции. Так что пока для покупки не рассматриваю, но, может быть, в будущем, если у меня будет какой-то новый интересный релиз, я куплю себе палетку. Последние релизы MAC. Я даже не буду называть конкретные коллекции, потому что их название коллекции релизов MAC теряет свою значимость ровно через три дня после релиза. Потому что они их выпускают, я не знаю, так быстро, но они только кошки рожают, я даже не знаю, это просто какой-то поток, не знаю, наводнение релизов. И честно вам скажу, релизы MAC я не собираюсь покупать уже. По принципиальным соображениям, потому что раньше они выходили каждый сезон, потом они выходили каждые два месяца, потом они выходили каждый месяц. Сейчас они, по-моему, буквально полгода назад выпускали каждые две недели, а теперь они могут на одной неделе три коллекции выпустить. Причем еще дело в том, что бегать за этими коллекциями нужно по разным бутикам MAC с высунутым наружу языком. В каждом магазине они присылают максимум по две помадки и три палетки теней. И плюс к тому, у вас нет никакого контроля над их качеством. Многие из этих продуктов вообще не пигментированы, выглядят они как мука, наносятся плохо. Может быть, есть среди них какие-то достойные вещи, но это совершенно невозможно выявить. И потом это невозможно никому рекомендовать, невозможно купить снова. На мой взгляд, это просто какая-то агрессивная маркетинговая политика и в целом даже какое-то неуважение к покупателю. Я считаю, что лучше выпустить одну коллекцию в год, но ту, за которую потом будет не стыдно, которую можно будет рекомендовать, которую приятно будет кому-то подарить в подарок. А вот это вот безобразие с цветными яркими картинками не принимаю и не собираюсь даже в этом участвовать, в этой гонке крысиной. Две палетки от Bare Minerals, A Fair to Remember, которые, по-моему, они её выпускали пару раз, и последний раз это было этой весной для канала типа магазина дивана QVC, это называется QVC. У них есть сайт, с которым тоже можно всё это покупать. И ещё одна палетка у них вышла, по-моему, Romantic Nudes. Тоже, по-моему, сейчас это эксклюзивно для QVC, но, по-моему, обычно они выпускают что-то эксклюзивно для какого-то из ритейлеров, а потом через несколько месяцев всё это распределяется по магазинам. Пока что то, что я видела в сводчах, меня не впечатлило, и подбор цветов. Когда я увидела релизные фотки этой палетки, я просто влюбилась. Я подумала, вот такая должна быть палетка от Urban Decay Naked 3, а, к слову, в которой 2 или 3 оттенка просто неприлично сыпучих. А безумно её хотела. Но на поверку выяснилось, что текстура у теней суховата, она негативно отличается от стандартной линейки Bare Minerals Ready, и растушевываются эти тени немножко как бы в грязь, и это неопределённое пятно. И так они пигментированы, как остальные тени от Bare Minerals, поэтому эту палетку я решила пропустить. Летние, осенние лимитные релизы Dior Chanel и Guerlain я не рассматриваю в данный момент для себя для покупки. А Dior у меня есть пару продуктов, которые я покупала в Outlet, и они неплохие. Но вот как-то почему-то, может быть, потому что так много этих лимиток вообще, в принципе, на Рутюбе и на Ютюбе, в принципе, как-то меня не тянет. Вот мне больше нравятся какие-то нишевой люкс, мне нравится, очень нравится middle market, я люблю всякие бренды типа Urban Decay, Too Faced, The Balm, Tarte, Hila, Laura Geller у меня тоже сейчас в любимчиках. Кстати, надо вам показать, я купила себе набор от Laura Geller, который в большом восторге. Надо мне просто собраться и показать вам последние покупки, у меня накопилось за июнь-июль. Guerlain, Dior и Chanel вот меня вообще как-то вот совсем не вдохновляют, особенно учитывая их цену. Я люблю хорошую скидку, это, я думаю, вы заметили. И те скидки, которые я могу получить зачастую на продукты типа Bare Minerals, их линейка Ready, то есть там я могу купить потрясающего качества продукты с 50-40% скидкой. Ну, с Dior, Chanel и Guerlain такого вот, по крайней мере, в США не бывает. Я слышала, что в Sephora в Европе их можно часто купить со скидкой 30-40%. К сожалению, в США этого не бывает никогда, поэтому я, собственно, эти бренды особенно не смотрю. Но, что хочу вам сказать, скоро вам покажу, посылка ко мне едет от Yves Saint Laurent, но я, опять же, не покупала их лимитки. Я решила, выбрала себе несколько продуктов как подарок к дню рождения себе, таких основных, у которых самые-самые высокие отзывы. Вот про них я вам расскажу, про Yves Saint Laurent. Ну, что же, это были все релизы мая, июня, июля, которые меня сильно заинтересовали, которые мне хотелось бы с вами обсудить, про которые вы тоже так же спрашивали. Теперь я жду от вас рассказов, потому что, конечно же, намного больше было продуктов, в принципе, за это время появилось на рынке бьюти. Какие-то впечатления, может быть, что-то вы хотели бы посоветовать, может быть, в чем-то вы разочаровались из новенького. Расскажите, пожалуйста, я думаю, мне и всем, кто смотрит этот канал, будет очень интересно узнать. Ну, что же, я за всем прощаюсь, спасибо вам большое за внимание, и желаю вам всем хорошего дня. Пока!